МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Екатерина Алтухова. Главные новости региона представляем я и мои коллеги-журналисты телеканала «Волгоград-1». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Он посвящен людям, которые добровольно отдают свою кровь на спасение человеческих жизней, а также врачам и медсестрам, работающим в пунктах переливания. В условиях пандемии донорство крови и плазмы помогло спасти тысячи человек. В Волгоградском центре переливания, где проходит праздничная акция, побывал и наш корреспондент Ксения Колоскова. В этот праздничный для всех доноров не только Волгограда, но и странный день в коридорах центра переливания настоящая очередь. Молодые ребята, студенты городских вузов, пришли, чтобы поделиться частичкой себя с теми, кому это жизненно необходимо. Ребята приходят с каждым годом все больше и больше. Мы стараемся проводить просветительскую работу, привлекать и школьников, которые являются выпускниками. Соответственно, проводим просветительские работы среди студентов вуза, первокурсников тоже привлекаем. И, соответственно, с каждым годом у нас ребят становится все больше и больше на акциях. Среди юных волгоградцев, студентов третьего, четвертого, пятого курсов, много ребят, для которых эта донация не первая и даже не вторая. Они уже опытные доноры, и для них сдача крови не просто процедура, а важная часть жизни. Сдаю сегодня, будет пятый раз, сдаю кровь, сдаю периодически, то есть через каждые два-три месяца стараюсь. Бывает так, что методводы происходит. Стало просто, когда пришла в университет, увидела то, что есть донорское движение, и почему бы не попробовать. Попробовала в итоге постоянно донор. Донор – это хорошо тем, что ты помогаешь, хоть и анонимно, хоть и не знаешь, но ты иногда уходишь, думаешь, что да, действительно, твоя кровь кому-то помогла. Тем более, есть много случаев, когда кровь не хватает, и доноров сами вызывают для того, чтобы они сдали. Поэтому я рекомендую сдавать кровь. Вопреки расхожему мнению, донорство не ослабляет организм. Напротив, помогает ему обновляться. Кроме того, перед сдачей крови каждый донор обязательно проходит медосмотр. Но главное для этих ребят – возможность помочь людям. Для меня это важно, потому что мне хочется делать мир лучше. И когда я сижу на кресле, я понимаю, что я кому-то могу помочь. Перед сдачей проходят анализы, и ты не только кому-то помогаешь, но плюс еще и заботишься о своем здоровье, поскольку многие даже не знают свою группу крови. Студентка Волгоградского политехнического университета Мария пришла сдавать кровь впервые. Девушка признается – перед донацией сильно волновалась. Однако все прошло хорошо. Разжалая. Как работают? Бодненько, страшно. Нет, укол был болезненный, но сейчас все нормально. Спокойно. Думаю, что да, потому что есть люди, которым эта кровь нужна. В Волгоградской области донорские акции из разовых мероприятий давно превратились в слаженную системную работу. Только за прошлый год кровь сдали более тысячи человек, и их число продолжает расти. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Принять участие в акции очень просто. Подробнее об акции вы сможете узнать в Инстаграме и на странице благотворительного фонда «Детям на здоровье». Многие жители нашей страны знают легендарный памятник «Большой тройки» лидеров стран-участниц антигитлеровской коалиции. Оригинальный монумент работы скульптора Зура Бацеретеля находится в сквере возле Ливадийского дворца, где и прошла историческая встреча. Однако с 2005 года по инициативе Алевтины Апариной в музее Панораме экспонируется авторская копия известной скульптуры. Презентация нового экспоната была приурочена к 63-й годовщине начала контрнаступления под Сталинградом. Автор оригинального памятника Зураб Церетели по договоренности с первым секретарем обкома КПРФ Алевтины Апариной отдал уменьшенную копию в дар городу-герою. Об этом свидетельствует установленная в музее Панораме «Сталинградская битва» мемориальная доска, посвященная нашей землячке депутату Госдумы 6-го созыва. Волгоградская область в третий раз станет участником международной акции «Диктант Победы». 29 апреля в городах и районах области будут открыты 100 площадок для проведения военно-исторического теста. Главным местом модерации патриотического экзамена в Волгограде станет мемориальная экспозиция в центре Волгограда «Бронекатер БК-31». Проект реализуется при поддержке Министерства обороны, Росгвардии, МВД и МЧС, организаторы, военно-историческое общество и движения «Волонтёры Победы». Площадки для проведения исторического тестирования будут работать в городах трудовой доблести и на уникальных объектах Роскосмоса, Морфлота, Росгидромета, на кораблях, находящихся в море и на атомных станциях. Планируется, что «Диктант Победы» охватит не менее миллиона человек из России и зарубежных государств. Участникам будет необходимо ответить на 25 вопросов. 20 из них на общую военно-историческую тему, в том числе связанные с Первым годом Великой Отечественной войны, а также с нашими великими полководцами. Ещё пять вопросов будут касаться непосредственно региона, где проводится «Диктант Победы». Вся необходимая информация о проекте размещена на сайте «Диктант Победы.рф». Традиционно волгоградцы активно участвуют в международной патриотической акции. Например, в прошлом году более трёх тысяч жителей региона написали исторический диктант. Как известно, Волгоград является центром патриотического воспитания и обладает мощным духовно-нравственным ресурсом, что сегодня является основой для воспитания детей и молодёжи. Подозреваемого в организации незаконной горной деятельности задержали полицейские в Советском районе. Оперативники установили, что 32-летний житель Дзержинского района с декабря 2020 года по апрель 2021 организовывал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования с доступом в сеть интернет под видом терминалов оплаты услуг. О деталях этого и других происшествий за минувшие сутки расскажут мои коллеги из областного главка МВД. Подозреваемого в организации незаконной горной деятельности задержали полицейские в Советском районе. Оперативники установили, что 32-летний житель Дзержинского района с декабря 2020 года по апрель 2021 года организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования с доступом в сеть интернет под видом терминалов оплаты услуг. Игровые аппараты подозреваемый приобрел через сайт бесплатных объявлений в интернете, после чего установил их в двух нежилых коммерческих помещениях. Доступ к аппаратам был предоставлен определенному кругу игроков. Игровые аппараты изъяты, а в отношении Волгоградца возбуждено уголовное дело. Семейная пара с ребенком попала на записи камер видеонаблюдения в момент кражи бытовой техники в одном из сетевых магазинов города Волжского. К полицию обратился сотрудник службы безопасности магазина, сообщив, что при просмотре записи видеонаблюдения заметил, как супруги положили в коляску мясорубку, блендер и миксер, прикрыв похищенное детским одеялом, покинули торговую точку, не заплатив. В ходе оперативных мероприятий личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались 27-летняя ранее неоднократно судимая Волжанка и ее 25-летний супруг. Содеянным они сознались, пояснив, что продали краденую бытовую технику, а потратили деньги на личные нужды. Свыше 4 миллионов рублей похитили мошенники у волгоградцев за минувшие сутки. Неизвестные под различными предлогами продолжают обманывать граждан, обещая получить прибыль на фондовых биржах, сообщая о списании крупных денежных сумм с банковских счетов и даже под предлогом оказания материальной помощи и традиционного снятия порчи. Самую крупную сумму денег перевел мошенникам 40-летний житель Дзержинского района. Более 1 миллиона рублей под предлогом дополнительного заработка на разнице курса валют. Денежные средства потерпевший лично перечислил на указанные мошенникам счета. Уважаемые граждане, полиция региона напоминает вам, что стоит быть предельно бдительными при общении с неизвестными вам лицами, особенно в телефонном разговоре. Не сообщайте никому персональные данные ваших банковских карт и не перечисляйте денежные средства на сомнительные счета. Обо всех фактах противоправных действий, совершенных в отношении вас, незамедлительно сообщайте по телефону 02. Народные современные танцы, вокал и театральное мастерство, журналистика и изобразительное искусство. Вот лишь немногие номинации масштабного смотра конкурса «Студенческая весна на Волге». Он объединил более тысячи учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений со всего региона. Однако лишь 40 талантливых ребят вошли в делегацию, которая будет представлять Волгоградскую область на всероссийском этапе. С церемонией награждения репортаж нашей съемочной группы. Этот фестиваль проводится в нашем регионе уже в 27-й раз. И год от года легендарная «Студ весна», в которой принимают участие самые яркие, активные и талантливые студенты, становится все масштабнее. Конкурс уже получил поддержку в рамках нацпроекта «Образование» и теперь значительно расширяет свою направленность. В основном это творческие направления вокальные, инструментальные, танцевальные. Есть направления оригинальный жанр, также журналистика, видео. В этом году новое направление, такое как арт, художники. Многие участники «Студ весны» признаются, для них это не просто возможность показать себя. Это настоящий трамплин для преодоления новых препятствий и достижения желаемых высот. «Студент-деленческая весна на Волге» — это удивительный конкурс для всех творческих людей абсолютно любого жанра и направления. Когда я был студентом, я мечтал поучаствовать в данном конкурсе. Несколько раз я участвовал, несколько раз я выиграл, становился призером и победителем регионального этапа. Участие в данном конкурсе дает возможность оценить себя. Тебя оценивают эксперты из профессиональной сферы. Вот я, например, рэп-исполнитель. У нас нет вузов, школ и каких-то мастер-классов по как написать рэп. И мне было очень приятно, что мое творчество в рамках жанра «Авторская песня» по достоинству оценили. В этом году в «Студенческой весне» на Волге приняли участие более тысячи человек со всех уголков Волгоградской области. Традиционно наибольшей популярностью пользуются танцевальное и вокальное направление, и участники старательно шлифуют свое мастерство. Надо сказать, что с каждым годом уровень, на мой взгляд, все-таки постоянно растет. Что-то в каких-то номинациях, на мой взгляд, бывает хуже, в каких-то номинациях чуть выше. Но радует то, что представлена большая география конкурса «Студенческая весна», я имею в виду областная. Волгоград хорошо показался, достаточно профессионально. Поэтому все здорово, студенты молодцы. Так Анастасия и Софья представляют на «Студвесне» свою «Альма-Матер» — Волгоградский социально-педагогический университет, но в двух совершенно разных номинациях. Анастасия увлечена вокалом, а Софья ей представляет свою жизнь без танцев. Для меня это большая часть жизни занимает, у меня очень огромное, очень большое количество времени занимает. Я без этого уже как-то тяжеловата, уже без этого. Люблю очень такую большую активность, именно сценическую, концертную. То же самое. Танец для меня — это жизнь, это эмоции, это слова, это мой язык тела. Задача перед жюри стояла непростая — определить 40 победителей в семи номинациях. Именно этим студентам предстоит выполнить нелегкую, но почетную задачу — представить Волгоградскую область на всероссийском этапе, который пройдет в мае в Нижнем Новгороде. Итак, лауряды первой степени, видеорепортаж, непрофильная категория. Полян, стартист Гавленович, Удовенко, Ангелина Алексеевна, Волгоградский государственный университет. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Птицы и бабочки, самолеты и драконы, купленные в магазине и сделанные своими руками. Все это — воздушные змеи, которые в буквальном смысле оживили небо над Волжским. Уже не первый год в городе проходит фестиваль «Полет разрешен», когда в воздух поднимаются сотни разноцветных змеев. Наша съемочная группа из первых рядов наблюдала за праздником. Такой замечательный желтый змея улыбается нашему волжскому небу. Летит, летит, почти выше всех, если не выше всех, выше всех. В этом году фестиваль воздушных змеев проводится в Волжском в честь юбилея первого полета человека в космос. Однако запустить бумажного змея оказалось почти так же сложно, как и корабль «Восток». Свои коррективы внесла дождливая погода, но волжане с честью преодолели незапланированное препятствие. С кадетской школы нас пригласили сюда выступить, показать, на что способны. И, в принципе, все. Погода, конечно, не очень, но надеемся, сейчас все закончится и будет солнышко. Мы всегда любим участвовать в мотоспорт, за здоровый образ жизни, всегда поддержать детей, свой класс, преподавателей, учителей и нашу школу. Уже не первый раз просто выступаем. На стартовой площадке собрались более сотни участников от мала до велика. Волжане представляли воздушных змеев, выполненных коллективами организаций или учреждений, семьями или отдельными участниками. Не остались в стороне и активисты окружных общественных советов, представивших на суд жюри свои творения. Кто-то запускал воздушного змея в первый раз, а кто-то не только опытный лётчик, но и талантливый конструктор, который смог сделать змея своими руками. Где-то около месяца делали, потому что согласовывали чертежи, специалисты помогали, конечно, потому что они говорили размеры, как это делается, для чего. И сегодня даже наш инструктор помогал нам запускать его в небо, потому что такой змея большой, мы никогда таких не запускали. И действительно это красиво, радостно, очень много положительных эмоций, когда видишь, как эти змеи взлетают, и вообще ощущение, когда бежишь, и он отрывается от земли и уже парит сам, и ты его держишь только за тоненькую ниточку. Это очень хороший праздник, много радости для детей и взрослых. Такой яркий и красочный фестиваль организован при поддержке администрации Волжского. С каждым годом он привлекает всё больше участников, и без сомнения, совсем скоро станет событием не просто городского, но и регионального уровня. Традиционно и вообще всегда практически в нашем городе дует ветер, и есть солнце. Это всё, что нужно для наших замечательных змеев. И детям, безусловно, это очень нравится. Поэтому, наверное, сегодня мы уже можем говорить о традиции проведения таких фестивалей в городе Волжском. В следующем году, я думаю, если опять же позволит ситуация в стране с пандемией, мы будем звать уже соседние регионы, потому что действительно это красиво. Сегодня здесь очень много сделано змеев своими руками. То есть это и познавательно, это и спорт, и это просто положительные эмоции. Перед участниками и зрителями фестиваля выступили городские творческие коллективы, а на тематических площадках можно было нарисовать космический пейзаж или попробовать настоящую еду космонавтов. Выступила для горожан и кинологическая служба управления МВД по городу Волжский. А погода весь фестиваль была лётной. Екатерина Алтухова, Ксения Клоскова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». Счастья, добра, удачи всем до новых встреч! В историческом парке России «Моя история» состоялось открытие фото-выставки профессора, доктора медицинских наук Александра Воробьёва. Название экспозиции «От Волги до Дона. Казачьи реки» открывает главный предмет творческого увлечения известного волгоградца – красоты родного края Волгоградской области. Здесь когда-то тоже был хутор. Казаки очень хорошо умели выбирать места. Вот так просто начал экскурсию по собственной персональной выставке фоторабот для первых многочисленных посетителей один из самых известных хирургов России – Александр Александрович Воробьёв. Ощущение удивительной чистоты, какой-то полёта, вот такого высокого полёта, чувствовалось сразу. Я знакома с некоторыми его работами, но я очень рада, что сейчас в Музее истории вот такая вот экспозиция, интерактивная, большая, многогранная, раскрывающаяся красотка. Композиционно выставка построена по временам года, но главное всё же не это – уникальность родного края. Вот главная тема фоторабот. Автор интуитивно отразил в своих произведениях всё, что должен изображать настоящий художник. Посходы и закаты, леса и поля, день и ночь, реки и степи во все сезоны года. Каждая фотография словно напитана любовью к своей малой родине, казачьему краю, к месту, откуда берёт своё начало его многогранный талант. Это фотография как раз того места, откуда родом моя бабушка. Она из Троверческого анклава, Хутор-Подгорский, Хутор-Карагичский, Задонья. Профессор Воробьёв почти 50 лет увлекается фотографией. Первую выставку он организовал у себя на кафедре, следующая была уже в Доме литераторов. Тогда её вдохновителем стал волгоградский писатель Евгений Кулькин. Примерно тогда же пришло другое увлечение – печатать календари со своими фотоработами. А на первой региональной выставке в пространстве Музея «Россия. Моя история» с помощью мультимедийных экранов представлены около 300 фотографий. Творчество художника посвящено одному из красивейших мест России – географическому пространству между речью Волги и Дона. Очень сложно одним словом выразить то невероятное сильное впечатление, которое производит эта выставка. И каждый кадр, который снят с невероятной любовью, с пониманием и чувством природы – это, можно сказать, великое искусство фотографа. И вторая профессия Александра Александровича, она прекрасна. Точно так же он возвращает жизнь, делая операции людям, а своими работами он лечит душу. И огромное ему спасибо. Как известно, Александр Воробьёв – врач. Он возглавляет кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии в медицинском ВУЗе. Не случайно на открытие выставки пришли почти все его студенты, представители казачества и духовенства, а также многие известные люди Волгограда. Я занимаюсь фотографией всю свою сознательную жизнь. Мне это нравится. Я начинал с таких исторических фотоаппаратов. Но эта выставка уже не первая у меня. К сожалению, люди очень часто уничтожают природу. Я был в таких красивых местах, которые необыкновенные, по своей красоте, по энергетике. Но потом приезжал в эти места, видел плам, мусор. От этого становилось не очень хорошо. Человек вас не вдохновляет в этом контексте, да? А какое время года любимое? Все. Персональная выставка от Волги до Дона «Казачьи реки» заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Александра Воробьёва, продолжит свою работу до 30 апреля. Вход бесплатный. Татьяна Крючкова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». Поговорим о финансах. По мнению аналитиков, рубль в среднесрочной перспективе может укрепиться еще больше. В случае расширения контактов Российской Федерации и США, включая подготовку двустороннего саммита. Хотя при таком сценарии главную роль должно сыграть снижение геополитических рисков. Немаловажное значение также будет иметь и ситуация на рынке нефти. Рост нефтяных котировок в последние дни увеличивает потенциалы для роста курса рубля. Ну а теперь о курсах валют на 21 апреля по данным Центрального банка России. Доллар торгует по 76 рублей одной копейки, евро по 91 рублю 75 копеек. 21 апреля в Волгограде ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 16. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Алтухова. Я и мои коллеги представляли обзор самых заметных событий в городе и области. Все самое интересное и актуальное в нашем эфире. А также в телеграм-канале и в инстаграме Волгоград1.тв. Подписывайтесь, смотрите и комментируйте. Не переключайтесь, следите за главными новостями. Смотрите первый круглосуточный канал региона Волгоград1. Редактор субтитров А.Семкин